здравствуйте уважаемые слушатели разрешите вам рассказать о нашем направлении науки о земле которые реализуются на экологическом факультете это направление 050601 науки о земле можно подразделить как бы на два профиля на две части это экологии и геоэкологии и соответственно чуть поподробнее я расскажу про эти профили чуть позже экология она более такой скажем биологическую направленность имеет геоэкологии соответственно занимается больше геосферами земли но естественно они взаимопересекаются и иногда даже сложно отделить один профиль четко от другого форма обучение на нашем факультете есть два варианта это очные три года и заочные четыре года квалификация выпускника будет преподаватель исследователь то есть выпускник нашей аспирантуры может не только быть ученым и владеть всеми необходимыми навыками и компетенциями но и иметь право преподавать высшей школе так как в рамках педагогической практики он уже научится обращаться со студентами и соответственно вести всевозможные лабораторные семинарские занятия и так далее соответственно программа готовит и преподаватели и исследователи которые могут вести успешно свою научную и преподавательскую деятельность в разных совершенно формах и структурах принимаются на программу науки о земле выпускники либо магистратуры либо специалитета для этого необходим диплом а высшем образовании установленного образца и принимаются по результатам вступительных испытаний можно и можно попытаться пройти конкурсы попасть на бюджет у нас в этом году 5 бюджетных мест можно соответственно если не повезло с бюджетным местом поступить и обучаться по контракту соответственно экзамен у нас один по специальности в виде теста и соответственно первые пять лучших результатов проходит на бюджетные места в аспирантуру по направлению науки о земле на экологическом факультете вы сейчас видите еще две программы на самом деле у нас на факультете идет ведется обучение не только на русском языке но и на английском если геоэкология и экология преподаются на русском языке то у нас есть также три профиля это ecology modern environmental studies которые реализуются на английском языке полностью на экологическом факультете и два совместных то есть совместных образовательных программ и это с университетом видов то великого в литовской республике и с белорусским государством университетом имени сахарова в республике беларусь основными преимуществами этих программ которые реализуются как я уже говорил на английском языке является то что образование ведется частично на экологическом факультете рудн а частично соответствующим вузе партнере соответственной программы и наши аспиранты пишут свои диссертационные исследования скажем пользуясь всеми преимуществами школы российской научной и школы соответствующие соответствующего иностранного государства и также под руководством двух научных руководителей от экологического факультета и от университета партнера особи области профессиональной деятельности выпускников на самом деле имеет очень огромный список как вы видите я их перечислять не буду вы можете их посмотреть потом впоследствии в презентации на самом деле мало где можно не найти место для эколога эта профессия очень востребованная тем более если эколог является кандидатом наук это очень приветствуется соответственно вы можете найти себе применение абсолютно любых сферах деятельности от науки до промышленности каких-то управляющих структур административных каких-то структур и так далее более деятельности огромны как я уже повторяюсь помимо этого можете выпускники аспирантура могут преподавать как я уже говорила высшей школе так как активная деятельность требуется от аспиранта во время обучения соответственно существует в на нашем факультете и в университете в целом достаточно большое количество форм поддержки в частности самое первое это наверное стоит указать вубликацию форму поддержки аппликационной активности так как за время обучения в аспирантуре для того чтобы быть подготовлена по требованиям к защите кандидатской диссертации аспиранту необходимо опубликоваться в журналах из перечня вак и по требованиям российской университет дружбы народу в журналах с международных баз данных с корпус и вебов сайенс так как высокорейтинговые журналы требуют достаточно большого среда сосредоточения достаточно большого труда чтобы опубликовать в них статью особенно если это статьи q1 q3 то самые лучшие статьи и самые активные аспиранты а могут выиграть конкурс по финансовой поддержке в аппликационной активности также всячески поддерживается желание аспирантов участвовать во всевозможных конференциях в том числе международных в том числе и виртуальных так как в последнее время из-за пандемии короны вируса это стало довольно популярным явлением виртуальные конференция онлайн конференция тем не менее можно поучаствовать в конкурсе на поддержку подобные формы участия онлайн или очного в конференции соответственно университет если вы выигрывать университет и факультет частности финансово поддерживают аспиранта частично возмещая ему расходы на орг внос за конференцию за проживание билеты и так далее естественно это зависит от страны естественно это зависит от многих причин но тем не менее факультет университет всячески пытаются поддержать аспиранта в этом желании поучаствовать международной конференции также приветствуется участие аспиранта в конкурсах и грантах ведется постоянный мониторинг интересных конкурсов которых могут участвовать наши аспиранты и своевременно они об этом информируются и опять-таки пытаемся мы поддержать их желание в них участвовать также есть интересные интересная программа которая называется аспирантура полного дня это довольно молодая программа но она доказала свою эффективность аспирантура полного дня предполагает что аспирант полностью посвящает себя науки и кафедры участвует во всех видах деятельности кафедры участвует во всех научных исследованиях своего научного руководителя и кафедры посвящает все свое свободное и рабочее время научной активности научной деятельности из-за этого аспирантом полного дня платится очень высокая стипендия в сравнении с остальными аспирантами по последним годам средние стипендии составляла порядка 38 тысяч рублей аспиранту полного дня и кафедры обычно в этих аспирантах видят своих будущих преподавателей свои кадровые резервы очень желают и помогают им чтобы они защитили диссертацию кандидатскую после выпуска из аспирантуры естественно это предполагает очень большую отдачу от аспиранта участие во всевозможных грантах участие в конкурсах и публикацию статей не ниже а q3 вас корпусе или web of science также есть возможные стажировки в том числе и иностранные стажировки возможность них поучаствовать всегда приветствуется и существует всегда темы исследований как я уже говорила достаточно имеет большой спектр большой разброс в частности я представил на слайде на данный момент это профиль нутриный 208 экология как вы видите здесь огромное количество тематик в частности это может быть и устойчивое развитие и биотехнологии и возобновляемые источники энергии также интересуют обычно нас тематики стран приема то есть мы помогаем нашим аспирантам изучать наиболее проблемные сферы деятельности в их странах родных и пытаемся помочь решить на таком скажем локальном уровне попытаться их проблемы страны как вы видите что часть из тематик они посвящены как раз именно таким проблемам различных стран наших аспирантов здесь представлены темы для профиля геоэкологии вы видите что это дистанционное зондирование и геоэкологическая оценка и закономерности миграции всевозможных элементов как в естественных так и в техногенных системах преимуществами получения ученой степени по данному направлению я бы назвала наверное самым главным то что экология как наука и как сфера деятельности последнее время очень востребовано это актуальная тематика это это экологическим исследования посвящается огромное количество времени и финансово и сил на достаточно высоким уровне в том числе и на международном соответственно если наши аспиранты найдут себе применение после выпуска из аспирантуры скорее всего это будет достаточно высокий уровень это будет достаточно полезная деятельность на благо государства выпускники наши аспирантуры работают в большом количестве всевозможных организаций на разных уровнях если это иностранные граждане то вот есть пример что они работают в том числе и в разных министерствах ну вот в частности я привожу пример министерства по науке высоким технологиям государства коста-рика в том числе работают и в административных структурах в частности государственной думе национальной сертификационной палате секретарика секретариате конвенции он об об изменении климата и так далее и так далее в том числе и в крупных международных компаниях ну например кока-кола русатом и так далее то есть применение еще раз повторюсь огромное и выпускники за особенно защитившись диссертацию кандидатскую это очень востребованные люди здесь вы видите инструкцию потому как найти страничку аспирантуру на сайте экологического факультета в системе ту из там информация на данный момент висит пока общая в том числе на данный момент вот на последнем картинке в левом нижнем углу представлена формация по поступлению 2020 году естественно своевременно там появится более подробная актуальная информация по поступлению 2021 году также я рекомендовала бы обратиться к сайту российского университета дружбы народов по поступли в разделу поступающим там огромное количество полезной информации и по документам которые необходимы и по срокам экзаменов вот примерно в таком виде вывешивается информация по срокам приема документов по экзаменам и так далее также там будет информация по тем достижениям которые учитываются при поступлении не дают дополнительный балл ну в частности например это могут быть статьи вак или скопус или вебов сайт тем кто желает обучаться по контракту я представляю примерный порядок цен естественно эта ситуация может меняться поэтому за актуальной информации я рекомендую опять-таки обратиться к сайту российского университета дружбы народов ну вот здесь я представила цены за обучение за очную и за форму соответственно три или четыре года так как я уже говорила есть возможность подать документы онлайн чего в частности в 2020 году этим воспользовалось огромное количество наших абитуриентов это оказалось очень удобным из разных регионов нашей страны нам подавали документы участвовали в наш в нашем вступительном экзамене как я уже говорил это специальная дисциплина тестирование было онлайн вот в частности имеет право на подачу документов онлайн граждане российской федерации беларусь казахстан кыргызская республика и республика таджикистан соответственно если вы иностранный гражданин то есть определенная специфика тоже я вам рекомендую прочитать подробно на сайте как это подать документы онлайн и какие документы необходимо загрузить где нужно зарегистрироваться и так далее все достаточно подробно расписано ну в частности документы список представляю тоже на слайде в кате для ознакомления если какие-то вопросы у вас возникают буду рада на них ответить меня зовут капралова дарья олеговна я ответственная за аспирантуру на экологическом факультете вы можете мне писать как по корпоративной почте так и в любом из мессенджеров это может быть и ватсап это телеграмм вайбер можете писать на фейсбуке и так далее буду рада помочь познакомить с научным руководителем поспособствовать выбору темы или рассказать про поступление более подробно